Сейчас у нас будет первый доклад, будет выступать Алена Кирюшина, QA-инженер с Ялантиса. Ее доклад будет про API-тестирование и о очень крутой фиче, о которой она расскажет вам дальше. Всем привет! Рада вас всех видеть. А еще хотелось бы увидеть свою презентацию. Итак, вначале я немножечко расскажу о себе. Меня зовут Алена. В данный момент я работаю в компании Ялантис. Я QA-инженер, как можно прочитать. У меня три года опыта в тестировании. Я занималась тестированием мобильных приложений последний год. До этого я занималась тестированием веб-приложений, в основном e-commerce. И немного о моем докладе, о чем я сегодня вам буду рассказывать. Во-первых, я расскажу общую информацию о структуре клиент-серверных приложений в мобайле. После этого я расскажу, почему тестирование IP важно, и о лучших практиках тестирования IP. И, собственно, о тулзе, который я пользовалась для этого. Эта тулза называется RunScope. Расскажу общую информацию о ней и немножко интересных моментов, которые пригодятся для новичков. Итак, архитектура мобильных приложений. В основном сейчас практически в любом мобильном приложении используется трезвеневая архитектура. У нас есть наше приложение, у нас есть сервер и у нас есть база данных, на которой хранятся данные нашего приложения. И, соответственно, идет разделение на три слоя. На слой представлений, где у нас нашим пользователям выдается информация, которая обрабатывается от сервера в понятном пользователю виде. Мы можем видеть результат работы нашего приложения. Бизнес-слой. Здесь находится вся наша бизнес-логика. Все, что у нас есть в плане для нашего приложения. И, собственно, здесь живет API. И третий уровень – это уровень данных. Ну и, соответственно, база данных, где хранится вся наша информация. И в идеальном мире, в идеальном приложении, когда такая архитектура реализована грамотно, у нас можно любой из уровней заменить заглушками или виртуализировать его. И, я так понимаю, здесь присутствует не только QA. И хотелось бы узнать, используются ли в вашем проекте автотесты, UI-ные автотесты? Может? Да. А API-тесты? Да. Здорово. Здорово. И я думаю, те, кто сталкивался с этим и с другим, в принципе, представляют, сколько времени занимает написание и поддержка Гуэйных автотестов. И эти тесты в основном все свое внимание сосредотачивают на тестировании того, как работает интерфейс приложения и правильно ли функционирует именно приложение со стороны интерфейса. Что такое API? API – это интерфейс прикладного программирования. Он сконцентрирован на бизнес-логике. И, в принципе, все то, что описывается у нас нашими спеками, нашими требованиями, реализовано именно на этом уровне. И он описывает то, как части приложения должны работать друг с другом. И часто он поставляется в виде закрытой библиотеки, у которой есть какая-то спецификация. И эта спецификация используется, собственно, в дальнейшем, как программистами и клиентщиками, так и EQA для тестирования. Почему тестирование API вообще очень сильно важно? Ну, во-первых, как я уже сказала, тестирование UI занимает очень много времени и ресурсов на поддержку, потому что спека очень часто меняется, носятся какие-то правки на клиенте. И каждое это изменение, корректировка требует внесения изменений в сами автотесты. И когда мы пишем приложение, мы, как правило, начинаем с серверной части. И начинаем, в том числе, с API. Поэтому тестирование API начинается гораздо раньше, чем началось бы тестирование клиента и запуск автотестов на UI. И это помогает, конечно же, найти серьезные проблемы гораздо раньше, устранить их. И, кроме того, у нас тестирование API вообще очень независимо в плане выбора языка, на котором мы будем писать наши автотесты или просто тесты. И, ну, как все знают, в REST в основном все данные ходят в JSON и XML. Поэтому у нас есть огромный выбор различных языков, которые мы можем применять. И также в процессе тестирования API мы получаем, по сути, готовые наборы данных для дальнейшего тестирования UI-ных тестов. И, в том числе, ну, когда мы создаем новые учетные записи, либо добавляем какие-то файлы, данные на сервер, для того, чтобы протестировать правильно, либо у нас работает наша логика, мы создаем себе какую-то базу данных, которые в последующем мы можем спокойно использовать в других тестах. Ну и, естественно, стабильная API значит в дальнейшем стабильная работа клиента и стабильную работу наших UI-тестов. Немножко о лучших практиках тестирования API. Ну, во-первых, никакое тестирование невозможно без хорошей документации. И имеется в виду не только тестовая документация, имеется в виду документация проекта. Если у нас нет нормальной годной доки, мы, естественно, не можем построить и вообще никак проанализировать то, как может вести себя приложение. Конечно, мы можем опираться на свой собственный опыт, мы можем опираться на тест-дизайн, но в некоторых ситуациях это может не помочь, досмотреть те ситуации, которые могут возникнуть. И поэтому, во-первых, всегда требуйте хорошего, грамотного бизнес-анализа и описания требований. Это очень важно. И если у вас есть API, оно должно быть, естественно, документировано, причем документировано подробно. Это поможет вам в дальнейшем и сэкономит кучу времени, которое вы могли бы потратить на ресерчи, на дополнительные вопросы. Ну, естественно, вы еще и протестируете требования в процессе планирования. Далее. Вы должны правильно построить свой рабочий процесс с точки зрения организации. Нужно создать какую-нибудь тестовую доку. Лично я пользуюсь тест-трейлом и описываю все кейсы, ну, собственно, делаю тест-дизайн, еще до того, как все записать сами тесты. И, естественно, это очень помогает, во-первых, выработать нормальные тестовые сценарии, продумать варианты того, как может себя повести API в том или ином случае. В общем, всегда старайтесь держать свои кейсы в одном месте и приоритизировать их по критичности. Не всегда тот кейс, который стопроцентно завалит вашу API, может быть важным, потому что вряд ли вы вообще с ним столкнетесь в реальной жизни. Постарайтесь вначале описать те случаи, которые могут возникнуть с наивысшей вероятностью. И еще, когда вы уже начинаете писать тесты, всегда оставляйте какие-нибудь документы. Ну, даже если это код, ну, естественно, там должны быть комментарии, которые описывают вообще, что вы делаете в том или ином тесте. Потому что после вас с этим работать другим людям. И они должны понимать, что вообще происходит в вашем коде. Дальше, когда вы уже написали тесты, вы должны, во-первых, сделать так, чтобы они не были разбросаны, хранились в одном месте. И когда вы пишете тесты, постарайтесь не делать привязки одного теста к результату выполнения другого. То есть не делать зависимости. Это может очень плохо повлиять на результат. Скорее всего, у вас, если свалится один тест, свалятся все остальные. Я думаю, эта информация всем и так ясна. И по поводу того, как вы должны хранить результаты прогона тестов. Старайтесь логировать абсолютно все, что у вас происходит. Потому что без этого вы можете потерять важные для вас данные. Ну и, собственно, о тестировании API, о видах тестирования API. Во-первых, это функциональное тестирование API. Мы тестируем, во-первых, синтаксис. Во-вторых, мы тестируем методы и операции. И в-третьих, мы тестируем тестовые сценарии. Идем от наименьшей единицы к наибольшей. Тестирование синтаксиса что с тобой представляет? Тестирование синтаксиса — это проверка того, как наша API принимает те или иные значения, верные, неверные. Как она работает в случае, если мы передаем ей необязательные параметры, если мы их не передаем, если мы передаем пустые забросы, или передаем что-то не так. Все, что связано с синтаксисом, это тестирование синтаксиса. И, естественно, одна из самых типичных проверок — это проверка на неправильное заполнение тех или иных полей некорректными типами данных. Это поможет выявить очень многие неприятные ошибки. Вот сразу. И тестирование методов и операций. Когда мы протестировали отдельно синтаксис и знаем, что наши запросы должны валидироваться нормально, мы начинаем тестировать какие-либо операции, которые есть в нашей бизнес-логике. Ну и, соответственно, мы проверяем, как будет себя вести приложение в случае выбора тех или иных параметров, правильные ли данные оно отдает, правильно ли оно их сохраняет, и как вообще происходит процесс обработки запросов. И после того, как методы отдельно проверены, мы начинаем писать тестовые сценарии. Ну, то есть, например, допустим, у нас есть приложение, которое связывает работодателей с работниками, и оно позволяет, например, залогиниться работодателю, создать новую работу, получить список текущих работ, которые он уже создал, удалить какую-то работу, вылогиниться. Ну, примитивный пример. На самом деле, мы все понимаем, что у нас бизнес-логика, как правило, очень большая, включает огромное количество различных операций. И вот, например, тестовый сценарий самый примитивный – это залогиниться, создать новую работу и вылогиниться. Следующий сценарий – залогиниться, получить список работ, удалить работу, вылогиниться. И вот эти два сценария мы проверяем с помощью запросов, которые будем в дальнейшем вязать. И старайтесь создавать тестовые сценарии так, чтобы между ними не было связи, чтобы результаты прохождения одного сценария никак не влияли на прохождение следующего. Это вообще самое главное, что может быть. Ну, и, естественно, если тестовые сценарии очень-очень большие, старайтесь ветвить их. Допустим, если вы знаете, что, возможно, в одном из мест что-то пойдет не так, предусмотрите это. Обработайте то, что получилось в итоге. Пойдите по второй ветке, посмотрите, почему у вас прошло что-то не так. Это все поможет вам в дальнейшем выявить, опять же, грубую проблему в логике. И бывают ситуации, когда надо тестировать очень-очень быстро, уже вчера, но что-то еще не готово. В таком случае помогает виртуализация API. Очень клевые тулзовины для виртуализации есть у SmartBear. Сама лично использовала только SmartBear и очень поверхностно, потому что не было ситуации, когда надо было тестировать вот вчера. Ну и эта штука помогает именно тогда, когда какая-то функциональность еще не готова, а посмотреть, как она себя будет примерно вести уже нужно. И остальные виды тестирования API – это тестирование нагрузочное и тестирование безопасности. Ну, естественно, я думаю, никому не надо объяснять, что это и зачем это нужно. Нагрузка – посмотреть, насколько долго отвечает сервер на наши запросы, и что будет, если, допустим, этот запрос будет одновременно поусылать M2L. А тестирование безопасности, соответственно, смотрим, как обрабатывается кейс, когда юзер имеет доступ к приложению, пытается в него зайти, и когда не имеет и пытается в него зайти. Ну, такое примитиво. А теперь, собственно, о RunScope. И как это все соотносится с тем, что я до этого говорила. Во-первых, RunScope – туловина веб-бейст. То есть она позволяет создавать довольно большое количество тестов в очень короткие сроки, потому что ее инструментарий рассчитан на, во-первых, начинающих ребят, которые, в принципе, только-только становятся тестировщиками, допустим, авто, которые направлены именно на тестирование backend части, на тестирование API. И она помогает, в принципе, написать быстрый smoke-тест для вашего приложения, просто используя стандартные ассерты, которые в ней уже есть. У нее довольно много всяких разных ассершенов. Она позволяет отлавливать null значения, не null значения, а всякие различные ситуации, когда каких-то параметров у вас не хватает. У нее очень много встроенных функций, которые могут вам помочь найти минусы в вашей API. А еще у нее есть возможность как раз-таки писать очень классные подробные тестовые сценарии. И все эти тестовые сценарии могут быть перелинкованы друг к другу, но, в принципе, это не обязательно, и это никак вообще не является best-practice, но такая возможна. Еще можно писать свои собственные ассерты с помощью JS. Пока здесь поддерживается только JS. И что предлагает RunScope? Ну, во-первых, easy start, как я уже сказала. Во-вторых, все тесты могут быть поставлены на расписание. И пользователь может сам выбирать время прогона тестов. Это может быть, например, раз в сутки, либо раз в минуту, в зависимости от его надобностей. И в RunScope есть возможность с помощью Webhook запускать ваши тестики тогда, когда у вас, например, собирается новый билд в Git или в Jenkins. В зависимости от того, что вы используете. Потому что RunScope интегрируется с очень-очень многими сервисами. И RunScope рассчитан на работу с командой. То есть в самом RunScope, в стартовой версии, можно создать до пяти разных проектов. Они называются bucket у них. И в этом проекте будут члены вашей команды. Можно настраивать оповещения, различные permission. Это все доступно. Каждый может сам себе установить рассылку на те или иные ивенты, если захочет. И это довольно-таки удобно. Потому что все сразу будут знать, если у вас что-то сфейлиться. И еще в относительно недавней версии RunScope они добавили сравнение. Сравнение результатов тестовых прогонов. Например, вы можете посмотреть, когда тест сфейлился, как до этого тест проходил. И кто что в нем поменял или не поменял, из-за чего он, собственно, сфейлился. Вы можете это понять с помощью сравнений. Еще у RunScope очень много полезной и клевой документации. Которая расписана настолько подробно, что, прочитав ее, ну, в принципе, вопросов вообще не возникает. Как и с чем работать. Собственно, с вот этими сервисами можно интегрировать RunScope. Здесь не все сервисы. Здесь только те, о которых я хотя бы слышала или знаю. И вот, в частности, вот этот сервис DataDoc. Он позволяет проводить нагрузочное тестирование с помощью RunScope. Ну, и, например, как используется на моем проекте. У нас все идет связано с сборкой с помощью Giptown наших проектов. И все результаты прогонов, они отдают результаты в Slack, в чатик. Очень удобно. Немножко о том, как построены проекты в этой замечательной приложении. У нас имеется сам проект. Он называется Bucket. Он может содержать в себе довольно большое количество тестовых сценариев. Каждый тест сценарий состоит из стыпов, которые вы описываете сами. Примерно вот так выглядит типичный тест в RunScope. Вот эту штуку запомните. Это параметр. Я думаю, я еще к нему вернусь в следующем слайде. Ну, собственно, понятно. Метод, которым мы берем какую-то информацию. Можно добавлять хейдеры, можно добавлять параметры, можно добавлять ассершены. Те ассершены, которые пройдут, соответственно, сделать наш тест пройденным или сфейленным. Можно добавлять различные скрипты, как перед запуском теста, так и после. Перед, например, если вам нужно сгенерировать какие-нибудь тестовые данные. В частности, например, у меня был кейс, когда я создавала каждый раз нового пользователя. Чтобы не заворачиваться, я просто использовала новую переменную, которую сам RunScope позволяет делать. Создавать небольшую строку, рандомную, из того количества символов, которое вам надо. Я использовала это в качестве e-mail, очень удобно. Прямо вот в хейдере добавляется. И в RunScope есть такая удобная, классная штука, как окружение, environments. Окружение позволяет описать те параметры переменной, которые вы будете использовать в своих тестах для разных ваших серверов. Например, на моем проекте используются два сервера, def и stage. И, соответственно, на dave там один URL, одни параметры, на stage совершенно другие. И чтобы не писать тесты заново, никак их не менять, мы просто заходим в environment и начинаем описывать те перемены, которые нам будут нужны, те скрипты, которые нам будут нужны, те хедеры, которые нам будут нужны. Также для каждого environment можно настроить, во-первых, отдельное оповещение для команды, во-вторых, время запуска расписания. В принципе, очень все удобно и классно. А еще у каждого environment есть свой уникальный ключик. К сожалению, здесь на слайдике его нет, он просто не влез. Но этот ключик используется в дальнейшем, чтобы запускать с помощью webhook конкретный выбранный тест в конкретно выбранном environment. Потому что по дефолту все тесты запускаются в дефолтном environment. И вот эта штука, она очень-очень сильно нужна, полезна и поможет вам. Ну, собственно, ося и немножечко. Как я уже сказала, тесты можно запускать с помощью любых сервисов, которые вы там видели, с помощью GitHub, с помощью Jenkins. Или можно это сделать вручную, банально, из постмана. Для этого мы... Вот у нас есть наша URL, наш Bucket. Вот этот Bucket. Здесь проставляется ID-шник Bucket. Он есть у каждого проекта, и он можно посмотреть. А Trigger URL – это, собственно, то, что мы будем запускать. Здесь показан пример запуска всех тестов, которые есть в конкретном Bucket. Но мы можем это менять. Во-первых, мы можем запускать какие-то конкретно нужные нам тесты. У каждого теста есть свой ID-шник. И его можно посмотреть, добавить в углу в качестве параметра. Если мы этого не делаем, не указываем environment-теста, ну, соответственно, получаем прогон всех по дефолту. Либо же прогон всех во всех environment-тестах. И, ну, как правило, это никому не нужно. Когда у нас что-то конкретное меняется, мы обычно знаем, что это. И запускать все тесты, конечно, можно для полной регрессии, но вы потом увидите, почему можно это все дело упростить, запускать то, что вам нужно. Соответственно, так выглядит пример хуки, который используется в GitHub. Здесь номер Bucket. И запускаются все тестики этого Bucket в дефолтном environment. Еще в Ранскопе есть такая клевая штука, как алерты. Это notification, которые приходят на почту всем членам Bucket, team members, которые оповещаются о, например, нахождении 0,04-0,05 статусов в вашем трафике, которые также помогают найти проблемные точки, то есть когда вы видите, что время от запроса, время откликации для какого-то запроса очень велико, вы сразу это увидите. И плюс их можно настраивать вручную. Совершенно тем образом, который вам самим нужен и интересен. Любая статистика, которая здесь хранится, она также доступна на странице в Ранскопе. И, в принципе, там есть история вот таких вот вещей. Вы можете посмотреть, что было с вашим проектом в течение какого времени, в какие моменты, чем фейлилась. В общем, очень удобная штука. И еще такая вещь называется локации. Мы можем запускать наши тесты из различных локаций с помощью различных серверов. Примерная карта того, где расположены сервера. С помощью этого вы можете посмотреть, как будет себя вести время запроса на различных настройках локаций, то есть для пользователей в различных точках мира, если для вас это критично. И, собственно, о тех багах, которые были найдены в процессе тестирования API с помощью Ранскопа. Ну, во-первых, были найдены баги всяких незаплеменченных ошибок, их было довольно много. Были найдены баги неверных респонсов сервера, были найдены баги, когда у сервера возвращалось пустое тело, и от сервера возвращалось пустое тело, и ничего не было в респонс-баде. Были ситуации найдены, когда пользователь получал невалидные данные, которые на клиенте были валидные, и наоборот, тоже очень удобно находить такие вещи заранее, потому что помогает понять, что у вас в команде есть трапы коммуникации клиентчиков и серверников. И помогает также находить баги в моделях данных. Ну и, собственно, о прайсах. Я оставлю на ваше усмотрение оценку того, насколько это дорого или дешево, но примерные прайсы выглядят так. Во-первых, багеты на стартовом левеле позволяют заводить в команду всего лишь 5 пользователей, позволяют совершать 250 тысяч реквестов в месяц, и, в принципе, позволяют использовать все фичи довольно-таки свободно, кроме алертов. Средняя подписка, соответственно, все гораздо лучше, но и стоит дороже. И у них есть еще особые условия для тех, кто захочет купить себе интерпрайс. В общем, спасибо за то, что прослушали мой доклад, и я буду рада ответить на ваши вопросы. Привет. На слайде было Missing and Duplicate Functionality. Это какую Duplicate Functionality мы можем найти с помощью API-теста? Ну, например, у нас была ситуация, когда абсолютно один и тот же функционал, например, модель данных, как я уже говорила, работодателя и работника, был выполнен неверно, некорректно. То есть, в первом случае у нас создавались одни и те же поля, и, ну, как бы, Duplicate Functionality заключалось именно в этом, что модели разные, а отдаются абсолютно одни и те же параметры, и это неправильно. Есть еще вопросы? Привет. Ты на початку сказала про разные ступени тестования. Сначала тестуются модели данных, потом окремые методы, потом сценарии. Есть ситуации, когда ты не можешь протестировать певный метод без... Ну, например, там, вот на твоем прикладе, слайде было отримание скиску працівників, перед этим треба залогиниться. То есть, ты не можешь протестировать этот метод, не залогинившись. Виходит, что для тестования окремого метода ты фактически проработаешь весь тест сценарий. В таком разе, ну, тобто, и, если это описывать как окремое тестование метода, то тогда у тебя есть там окремый range, где ты логинишься, и окремый after, где ты делаешь логаут. А в таких ситуациях, как бы, окремый, потом, те сценарии, где ты уже делаешь, как бы, в самом тесте, логини, логаут, ты не пишешь? Отдельный на логини, логаут? Ну, окремый тест сценарий, який фактично повторяет цей же самый тест, але вже в самом тесте в тебе йде логин и логаут. Есть такая клевая штука, как токен, который мы получаем после логина. И у меня, в основном, в тестах используется уже в дальнейшем в переменах этот токен. Он сохраняется у меня после прогона первого теста на логин, логаут. И дальше, если мне нужно протестировать какой-то другой функционал, я пускаю эти стопы. Я использую тот токен, который есть. И если что-то фейлится, я проверяю в таком случае, действительно ли это из-за токена. Ну, то есть, есть как раз такие вертвления. Да, нет. Если нет, тогда, значит, баг где-то именно в функционале. Ну, то есть, ты один режиссер делаешь логин, потом там 10 разных методов с одним токеном, потом логаут, так? Або в тебе, может быть, еще окремый тест сценарий, где в тебе для каждого из этих 10 методов ты делаешь логин-логаут. То есть, логин, метод, логаут. Логин, метод, логаут. Так как я немного скупой тестер, каждый запрос стоит денег, как мы уже здесь увидели. И прогонять один и тот же запрос по 25 раз, ну, не знаю, насколько имеет смысл. Ну, просто тут, как бы, разные сценарии выходят. Ну, ты понимаешь, почему разные сценарии? Ну, ты используешь первый метод. Так, еще вопросы? Всем привет. Алена, а подскажи, пожалуйста, ты пользовалась такой Тулзой, как Postman? И в чем разница им, может быть, плюсы, минусы, Postman и Родсков? Самой Тулзой не пользовалась. Пользовалась просто экстеншеном для Хрома. Ну, для Хрома, да. Разница? Я не сильно много пользовалась Postman, но об автопрогоне тестов не слышала о расписаниях в Postman. Да, там расписания нет. И это очень-очень большой фейл, потому что тут, например, тесты можно запускать с помощью функции в любой момент, когда тебе это нужно. А там немножко с этим проблематично. Всем привет. У меня такое вопрос. В вашем рабочем процессе выделяется, как вы, один человек, который тестует API, и сколько это времени у вас выходить от начала тестирования и, допустим, до закончения тестирования какой-то определенной фичи? Потому что по твоему рассказу там просто немеряно все треба тестовать и тестовать. И мне удалось, что на это требует просто много времени. И так как у меня, например, в проекте там три проекта, я просто физически не встигал бы просто это все делать. Поэтому вопрос, сколько времени вообще у тебя это занимает? Расскажи так, как у нас вообще были написаны API-тесты на проекте. Изначально был сколп задач. Весь этот сколп описан был в документации. И в первоначальном плане на первые несколько спринтов было выделено там, допустим, N задач. Эти N задач были в первом спринте реализованы нашими программистами-бэкэндщиками. И они написали доку по API. У нас вся документация хранится в IPR. Она очень подробная, классная, удобная. И, соответственно, у меня для того, чтобы разобраться в том, что они написали и написать тесты на это все дело, ушло на сами тест-кейсы, которые я писала в тест-трейле изначально, на то, чтобы структурировать то, что я буду тестировать, ушло где-то часов 8. На то, чтобы написать сами API-тесты, ушло где-то часов 16. Но у меня довольно немного был в этот момент в этом опыта. И, в принципе, для того, чтобы поддерживать их, у нас уже времени на проекте не было. И, соответственно, они висели, висели, висели каким-то мертвым грузом до определенного момента времени. А потом я их проапдейтила и добавила тот функционал остальной, который добавился в процессе дальнейших планирований, внесла правки. И на это еще ушло часов 16. То есть вот в целом 32 часа. Это смог, и это то, что у нас описано кейсами. Все, еще вопросы? Добрый вечер. Добрый день, извините. Доброе утро. У меня такой вопрос в поводу тестирования API, когда они апдейтятся. Например, в Facebook величайски производят свой апдейт. Сколько времени у вас уходит на поддержку API после его апдейта? Вы внимательно читаете документацию? Вы советуетесь с разработчиками, что они меняли вследствие каких-то изменений API? Это сразу же идет вопрос к разработчикам. Что менялось у нас, что менялось там. И, ну, в зависимости от этого, может, конечно, варьироваться время на то, чтобы проапдейтить допу. Ну, где-то, не знаю, на скидку даже так и не скажу. Зависит от того, что именно поменялось, и как сильно оно затронуло логику нашего приложения. А вот в контексте данного способа тестирования транскоп, если будет апдейт, допустим, ввести какие-то фич, у вас может быть идти там полдня на проверку написанных ваших тест-кейсов? А мы просто запустим тесты и посмотрим в комперезоне, что у нас поменялось, как респонсить сервер на тот или иной запрос, если тест фейлится. И, в принципе, довольно быстро мы можем для себя понять, что именно пошло не так и как это устранить. Ну, я думаю, пара часов хватит на то, чтобы проапдейтить все тесты в Runscope. Всем привет! А скажи, пожалуйста, Алян, чем кроме Runscope приходилось пользоваться для тестирования IP и почему именно его выбрали? До этого пользовалась для тестирования IP еще SOAP UI. Но с SOAP UI у меня были очень большие проблемы с валидацией. Их реально было много. И на самом деле порог вхождения там повыше будет, чем в Runscope. И чтобы разобраться, как он работает, тоже надо времени больше потратить. Ну, с SOAP UI у меня опыта на самом деле немного. Есть еще вопросы? Нет. Секунду. Всем привет! Есть такой вопрос. Тяжело ли использовать техники тест-дизайна при тестировании API? И если тяжело, то с какими проблемами сталкивались? Нет, не тяжело. Если есть нормальная документация, ничего не может быть тяжело. Потому что там как раз таки описана вся основная бизнес-логика. Единственные нюансы – это проверить синтаксис. Ну, и там чистый тест-дизайн. Там граничные значения, там негативные кейсы и все, что связано с этим. Поэтому используется на 100% тест-дизайн. Окей, спасибо. Вопрос такого плана. Есть, например, проект, да? И если, например, использовать или не использовать тестирование API, то есть насколько больше вы выиграете по времени, если вы будете использовать и найдете там раньше баги или еще, как можно эту эффективность измерить? Было ли сначала, допустим, проект, в котором вы не использовали, потом внедрили и нашли какие-то advantages, скажем так? Для этого нужно собирать метрики по проектам. Те, которые используют API-тесты, те, которые не используют API-тесты. Как минимум, собирать процент найденных backend-багов, frontend-багов, когда они были найдены, в каком спринте, динамику нахождения, их серьезность. Все это нужно ввести в статистике. У вас такие цифры есть? Ну, вот мы недавно начали собирать такие метрики, да. Но, по-моему, проекту пока еще этих метрик нет, потому что проект еще не закончен. Ну, и в целом, пока картина довольно хорошая. Очень много backend-багов найдено раньше, благодаря тестированию API. То есть, если, допустим, на проекте не используется тестирование API, то его всем пора уже внедрять? Да. Пора. Верно пора. Спасибо большое. И последний вопрос. В большом проекте может быть несколько сотен кейзов, и эти тесты будут выполняться очень долго. Как вы с этим боретесь? Во-первых, есть возможность выполнять все тесты одновременно. Но в RunScope в таком случае используется batch URL, но все тесты выполняются в дефолтном environment. Вы можете, например, описать свой стейдж или прот в этом environment, и все тесты будут прогоняться там быстро, там доступно порядка 50 тестов, единовременно выполняющихся. Ну, заодно можете посмотреть нагрузку. Спасибо. Спасибо большое, Алена, за доклад. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok